друзья всем привет это новая история на нашем канале сейчас мы приехали знакомиться с бабушкой и ее внучкой они сейчас живут очень непростых условиях и мы приехали здесь чтобы с ними познакомиться и узнать их историю привет открыли уже чтобы ребята если чем не курили а мы вообще не будем мы ненадолго все хорошо будет то вдруг да скажи бумажки сразу на нас все а тебе как тебя правильно по имени бабушка все время горит стеша стефания лестницы и 5 этаж или 4 здрасте как вы себя чувствуете штормит кидает мое первое впечатление было когда я зашел в квартиру увидел ирину стеша в каком было состояние сложно наверно передать словами думаю у нас что-то получилось вам передать через камеру но таких наверное убитых квартир вань мы с тобой еще не видели ободранные обои на них что-то рисовали фломастером какие-то рисунки где-то что-то вроде бы раньше была нормальная мебель это мебель тоже там вся испорчена я не знаю вань что что с этой квартиры делали так чтобы и и довели до такого состояния а вы здесь а получается а здесь двухъярусная кровать почему она стоит эту кровать мы еще покупали когда когда у меня стеша под опекой была и вот нам опека уделяла деньги и стол письменный и кровать вот эту в этой квартире жил стешен отец и его отец и дедушка стешен получается изначально это их квартира была но тут они встречались когда стеша уже родилась то здесь ее отец с мамой жили вместе нет отец только жил дедушка он в разводе было дедушка и они поэтому вдвоем алексея стешного отца звали его забрали в армию они встречались короче с дашей с мамой да с мамой с матерью стешим он ушел служить в армию отец умер а стеш сколько было маленькой совсем стеша ты папу не помнишь маленькая совсем ну вот а потом в отпуск пришел с армии у него родственники живут в поселок шахты не слышали такой да слышно вот она шахте они живут родственники дедушка бабушка не знаю что случилось на короче там повесил все время отпуска и эта квартира она зависла то бишь не отца не ложки уже нет его родственники лёшкины решили что эта квартира должна остаться стежки они оформили документы наследство какое-то еще что-то нет это квартира муниципальная изначально была муниципальная мы судили за эту квартиру почти два года судить получилось да получилось суд и просто по идее вы говорили что квартира сейчас но как аренда съемщик мама но по идее она же может быть собственницы даже не имея 18 летнего но совершеннолетия но вот документы в всяком случае написано после 18 я через соцзащиту с юристом связывать консультировалась по этому поводу сказали что не получится никак только если мама выпишет всех детей а что здесь еще дети прописаны а тогда квартира вообще закон будет за кем закреплена ну мама всех выпишет и я с 18 начну на себя она выпишет с ней как вообще у тебя с не как взаимоотношения плохо плохо прям даже не общаешься ну как если не живу сколько периодически ходят туда ну общаться да ты была инициатором что не что не общаться или просто поругались как-то она постоянно она постоянно в беременном состоянии на постоянно на эмоциях шестой скоро родится в декабре обалдеть а сколько им лет ну вани 8 двойняшкам по 5 матвею кутора а ты сейчас в колледже на кого учишься а ты туда пошла осознанно или просто отлично поступить пошла чтобы поступить реально а почему нет направлений от любых тел учиться я хотела в пед поступить нет туда не взяли в пед вышка нужно было или можно было шоссе девяти просто баланс получается на парикмахера четыре года а потом ты будешь по специальности работать и не интересно парикмахерская вообще ну только если себя красть а если где-то работать в каком-то салоне или заканчивать на пирсе а тебе вот это нравится я сейчас ты кому-то делаешь а ты на этом зарабатываешь ну пока что нет ты людям просто ну кто хочет свои какие-то друзья прошу расходники покупать руку набиваешь на этом но это как иначе то допустим есть парикмахеры которые на стригут постоянно а есть не знаю там люди кто бороды стригут то есть допустим те кто делают бороды и но их меньше гораздо на там кому это надо при этом голову стригут все каждый месяц то же самое здесь допустим пирсинг это как сопутствующая а тату это как основа тату реально как бы много кто делает то есть ты себя видишь тату мастером сейчас в данный момент больше пирсером чем тату мастером мне руки рисовать не приспособлено что это сложно да именно рисовать ты закончишь колледж парикмахерском деле ты не будешь заниматься а пойдешь именно по тату и в этом дальше будешь развиваться а вообще планы какие вот что ты планируешь там сейчас ближайший год делать если бы я не училась я бы работала а кем ты работал кем получится а нравится тебе помимо пирсинга и тату есть что-то еще готовы есть что-то что-то дело сделала покажешь ну прикольно слушай так такие штуки продавать можно почему а ты на авито выкладывала было же я так у знакомых спрашиваю взрослых я тебе говорю реально выложи сделай допустим ассортименту таких вот штук там разных цветов положи их но там куда-то в какое-то место сфотографируй выложи эти игры у тебя купят сто процентов для детей ну-ка если ты сделаешь какую-то адекватную стоимость почему нет а ты можешь вот сейчас очень модные всякие сиреноголовые светофора какой-то головы диван ты же там в теме в теме и вот такие штуки если связать вот их вообще будка горячие пирожки разбирать и ты попробую вот говорю ради интереса сколько по времени занимается связать эту штуку ты можешь попробовать вот ради интереса мне даже хочется пари с тобой заключить ради интереса вам же стоит попробовать мне кажется можно ребят также у нас есть наш мерч карма где вы для себя для своих друзей сможете найти разные толстовки с нашими принтами с логотипами футболки худи и много много всего другого есть на нашем сайте кармашоп точка нет и так же у нас есть планер на год где вы можете ставить цели планировать свои дни вести бухгалтерию и много всего другого мы разрабатывали вместе с моей женой год и я думаю он вам точно понравится вы можете приобрести у себе подарок своим друзьям близким эта штука реально меняет жизни смотри давай знаешь как договоримся мы тебе подарим пряжу разных цветов ты свяжешь вот разных цветов и таких вот чубриков и может быть вот этих вот сиреноголовых попробовать хотя бы и выложим это на авито и посмотрим на будут ли это покупать но опять же если не купят ну ты ничего не потратила то просто их связала они у тебя есть наверное самое интересное вот да сейчас выпуске что будет дальше это получится ли у нас сделать какую-то подработку для стеши чтобы она могла зарабатывать своими руками просто мы хотим не показать как это можно сделать потому что может быть она где-то стесняется на боится что у нее не получится там надо что нафиг это никому не надо но мы попробуем с ней сейчас без вашей помощи я понимаю что кто-то возможно хочет и поддержать купить ее игрушки подарить не знаю своим внукам своим детям я думаю из вас многие найдутся кто захочете в этом помочь купить игрушки но мы хотим я хочу показать ей что она может это делать сама и без нас мы просто поможем сделать красивые фотографии и красиво оформить выложить это объявление а получится у нас ли это будут ли это покупать вы узнаете уже в следующем выпуске ты талант я такое не умею вязать и думаю и ваня тоже не хури не я вязать умея помню продает продавались всякие наборы для рукоделия ты там кресть допустим татьет там фигурка деда мороза фигурка чего-то и ты там вот крестиком вышиваешь да на них вот вшиваешь у тебя в конце по и получается какой-то там какой-то решивали да это прям шить вязание по тебе все равно же как дополнительный источник какой-то копейки почему нет и сделать может быть какую-то будущем группу вконтакте группу в телеграме где у тебя будет ассортимент то что ты можешь сделать я просто хотел бы тебе этим показать что на этом можно реально какую какую какие-то деньги можно зарабатывать только если ты этим тебе это интересно тогда можно если тебе это нафиг не надо ну тогда и ну и нам не занимаюсь сейчас практически стоян я в 16 лет вообще дурной был я всякой ерундой занимался а ты уже молодец уже ну что-то пытаешь из себя пробуешь где-то что-то найти где-то заработать это круто это прям ты прям молодец в этом плане правда закрытая непонятно делал бы там с бухты барахты пришли парни и давай там вопросы всякие разные задавать а мама сейчас где живет если она она же раньше в этой квартире жила мама а ты где жила раньше ну как получится то у бабы то другой бабушки то здесь и я когда ушла вот в общежитие жила потом стеша пришла и там со мной жила то есть вы изначально жили не в этой квартире я когда приехал сюда жила здесь она меня здесь прописал что началось от скандала скандал стеша двойняшки трое получается вы в пятером здесь жили а как вы тут умещались и вот тут кресло и соответственно вы на просто и забыто да начали как-то ссориться я так пойму все равно что усердно маленькое помещение там просто трудно ужиться все вместе или у у дочки там какие-то проблемы есть с алкоголем там с наркотиками есть какие-то просто проблема придано у мамы а инвалидности нет у нее очень часто плачет и кричит прям истерит и когда приходит муж ну как она начинает ему рассказывать ситуацию то есть против меня оборачивает и сам так получается потом вы съехали от них а ты куда ты вместе с бабушкой жила ну вот когда вот три года назад уехала а вы где-то общежитие снимали комната да там пока снимали там чем занимались а он у вас давно был месяца полтора может поменьше есть какие-то последствия что вы как раньше ощущали как и сейчас я вот нет топорно-двигательные вот у меня как-то аппарат тяжело ходить ходить у меня еще и ходить и из-за этого еще все усилилось усложнилось у меня еще ноги больные во первых вот артроз тут пыталась как-то гвоздик любить даже гвоздик немного в пальцах зажать пытаюсь вязать моторику да чтобы хотя бы как-то чтобы грубо говоря вы зависите сейчас мы прям полностью от нее что магазин где-то что-то давление мерите вы можете хотя бы начать с малого с 5 этажа до 4 спуститься и подняться наверх и так пару раз день уже полегче будет через неделю-другую просто я так все равно там она же с вами все равно ну тоже не сможет там долго находиться маленечко по климанса хотя бы хоть на какую-нибудь работу вы все же до пенсии а сколько вам все пять то сейчас даже никаких пособий вообще ничего нет а живете вы сейчас на что стежки на пенсии потери кормить добрый до 17 лет опять а стипендии эту в колледже 600 рублей ну смотрите вам в любом случае то есть у вас ну выбора нету надо надо брать себе в руки восстанавливаться и на работу какую-то узнавали понятно что надо на работу ноты я ищу я смотрю постоянно подписаны на всякие ну то есть смотрите получается в вашем случае можно какую а вы горите портной работали вышить прям все умеете подшивать шторы там одежду или как вы там бы могли бы работать в этой области 2 это либо к где-то консьержкой можно но работать в каком-то допустим да многоэтажки там сидеть для вас если что не проблема будет ездить на работу куда-то ездить в не проблема но при этом играть у вас колени где деваться некуда вы будете ездить вот это получается вот эта квартира сейчас таком состоянии потому что здесь была куча детей моя мама стала очень очень плохо следить за квартирой очень плохо здесь как помойка была постоянно грязная стиралки а тараканы были нет то есть была не такая грязь и но тараканов не а здесь грязь и что именно вот ты говоришь грязно было что и грязная посуда грязные полы плитка шторы стены окна а вы это все потом отмывали приводили в порядок а вы здесь сколько живете бабушка полтора месяца до здесь живет а ты здесь и ты здесь все приводила в порядок вычищала целыми днями сколько времени заняла чтобы вот отмыть все пол месяца там посуда грязный шкафов стояла все плесневел то есть порядок вообще не содержали а как дети в таких условиях были не знаю на ней гулять не уходили поставите сидели в этом срач я приходила сюда что-то там посуду мыли убиралась так выметала что-то и потом я уходила то есть и приходилось сюда все равно потихоньку помогала и соответственно вот это все ободранные обои там углы это все что на дети начудили потому что кто оторвал ремонт скоро делать вот это оторвало а на что они хотели делать ремонт на детские посуды и до ремонта не дошло на корму ремонт если они даже в окне могут деревянные поменять и стекла в окне обалдеть а на тебя дует зимой тут трещины это ты скотчем заклеила все это баба заклеила а вот тут вообще нет куска до на его там уже много лет не коробку из-под телевизора а из-за чего на все кинулись учета ей не так сказала она начала из-за этого злиться потом она не тарелку а мама ты с мамой прям вообще по любому поводу ссорилась практически да то есть это что ты там не так сидишь ты тарелку не так поставила поэтому тоже а были ну времена там когда вы с мамой не сварились там все хорошо в любом случае есть 16 лет стеж она более осознанная она уже понимает те проблемы которые у нее есть которые есть в ее окружении она уже стесняется каких-то вещей что допустим ей как подростку возможно неудобно и стыдно что мы находимся там да вот взрослые люди пришли и видели как они живут и возможно и сейчас будет страшно если это видео видят ее какие-то одногруппники в колледже друзья что они могут начать ее как-то булить высмеивать и что-то еще ну потому что вот как правило же подростки дети они жестокие они любят как бы найти зачем зацепиться и в это колоть конечно для ребенка для подростка это в любом случае нервы и даже где-то возможно травма если человек не сну ребенок не сможет это переосилить поэтому пожалуйста большая просьба кто знает стешу и в комментариях не оскорбляйте не упрекайте потому что она ну она подросток у нее нету выбора другого нет возможности поменять жилье и в данный момент что она может делать для бабушки для своей покупать и продукты выходить там убираться готовить где-то кушать она все это делает все из нас были подростками но не все из нас были в тех условиях и перенесли ту непростую жизнь она с мамой жила выгоняли там много чего было она многое перенесла и то что сейчас она такая-то связанные все события что на где-то закрытая где-то скромные опускает глаза ребенок уставший можно так сказать я надеюсь что сила у нее в будущем появится и мы с вами поможем в данном случае по максимуму чем сможем дать какой-то толчок старт чтобы дальше все было у нее хорошо и еще я думаю найдутся те кто захотят написать что вот она там у нее покрашенные волосы что у нее татуировка и в данном случае подростки из из трудных семей они как раз пытаются показать себя про и ну показать что что они другие обратить на себя внимание либо просто как-то наоборот от людей отстраниться что в общем мысль моя такова что не нужно за это тоже ругать что вот посмотрите там она там у нее татуировка либо что-то еще это подросток это ребенок сейчас время совершенно другое сейчас дети совершенно другие и таким образом они просто себя проявляют и в этом нет ничего зазорного здесь в эту комнату всегда жила спала хочу вы например эту кровать туда не перестали я не хочу там спать мне не нравится отдельно какое-то твое пространство а там она уже все равно бабушка вообще ты даже не в этом дело просто мне понравится я привыкла я здесь всегда стоял я привык вот это кроватный а ты вот эту штуку стелишь ну и а убираешь зачем чтобы сложить он складывается понял короче он здесь все время стоял у тебя здесь твоя зона а уроки ты делаешь реально но бывает один раз сочинение сдавали и а это осталось от ребенка от ребятишек хочу не не забрали его они что хотят еще и отсюда забрать то есть кафе эти это все здесь останутся еще забраны машинку на последнее что у меня осталось но швейную машину тоже туда же ушел смысле чтобы как-то прокормить они продавали что ли мебель а вы сами не знаете куда они удивали ну увозили либо на другое жилье либо оно ломалось у них постоянно что-то ломается ну да все оголеная а здесь чё было отсюда включается там так все аккуратно чисто но убит как по мне ну ковры вообще надо все выкидывать наверное потому что я думаю запах еще от них на их стирать нет ковролину как всегда как правило но то есть он очень много себя пыли в этом мелкого мусора ну плюс отмывать сложно конечно ну а вы вещи просто еще не было времени разобрать у вас что как с больницы да а тут что а вешать а это твой шкафчик лучше ну фраза у тебя хорошая там написано давайте знаете как сделаем чтобы вы быстрее раскачались мы попробуем найти человека кто может быть придет сюда и покажет вам какие-то физические упражнения которые вас быстрее поставят на ноги и может быть какие-то для этого не знаю может маленькие менты вички взять чтобы быть себя привели форму потому что сейчас если вы сразу пойдете работать в этом обалдеете я так думаю у меня очень сильно упало зрение сейчас у меня как в тумане я вас вижу очень сильно упало после инсульта зрения мне хотя бы чтобы сказать чтобы мне очки приобрести как я слепая куда-то на работу даже не могу куда-то работать пеленые пленки перед глазами нет у вас какой тумана что-то такое просто если как в тумане то возможно вас катаракта развивается потому что пленка пелена туман это как раз признаки определенные есть если допустим его запишем к офтальмологу вы с нами съездить сможете ну как мы доберемся с вами потихоньку у вас сейчас есть надобность каких-то лекарствах каких-то там а насчет упражнений вы сами будете принести снять упражнения потому что такая неловко стало все вот это но как вы блин ну вы принесли серьезные вещи такие поэтому надо себя приводить порядок а ну по-другому никак если вы будете дальше лежать себя жалеть и думать что вот я такая там больная и ну вы просто закроетесь и и ничего хорошего не будет мы с вами многие понимаем просто она может еще не до конца сознает урины в любом случае сейчас она находится в состоянии жертвы тебе трудно что-то делать у тебя там не поднимаются руки ты думаешь что у тебя все плохо что ничего хорошего не будет что может где-то кто-то вокруг там виноват либо еще что-то сейчас нам нужно будет сами постараться сделать так ирину из этого состояния вывести потому что она там где-то может быть себя жалеет это сто процентов понятное дело что она принесла инсульт у нее болят колени но она полностью может функционировать у нее руки работают ноги работают конечно болят где-то но при должным внимании физических нагрузках упражнениях и правильных медикаментах я думаю она может спокойно встать на ноги пойти работать просто вопрос в том когда она перейдет к этому этапу пришлось ли будет стеши где-то подрабатывать я думаю потихонечку финансы какие-то у них появится но пока что до этого еще далеко вот эту пенсию на что еще живете какие вам кто-то еще чем-то как-то помогает просто вам грубо и на эти 12 тысяч нужно и продукты вы какие-то лекарства на эти деньги покупаете плюс на эти деньги вы что-то за квартиру платить или вы за квартиру тоже ничего не плачь и ничего вот решаем делать со светом хотя бы решить что вы хотя бы свет не отрубили потому что за долги электричество отключали ну здесь в любом случае как бы и и вам руки опускать тоже не стоит просто потихонечку работать какую-то сумму откладывать что-то потихонечку платить но по-другому никак ситуация заставляет шевелиться как оба бабы гали было от кошки в основном потому кошка ходила на пол это все от ковров скорее всего а ты допустим выходишь ну из квартиры там встречаешься там друзьями никто не говорит там что допустим одежда пахнет чем-то еще что-то все время спрашиваю у меня комплекс просто что-то мне пахнет поэтому квартира пахнет нет я в принципе поэтому я всегда спрашиваю пахнет у меня чем-нибудь сильнее хорошего вам вечера настроение так что я по поводу нашего этого узнаю и созвонимся договорились все давайте пока пока знаете зачастую бывает что когда мы знакомимся с какой-то новой истории с новыми людьми они часто находятся в очень подавленном состоянии в депрессивном состоянии это это видно по посте несмотря на то что она стесняется в любом случае она видно что закрыта не понимает что да что живут они не совсем хороших условиях не по их причине квартира к сожалению вот находятся в таком состоянии и у них нет просто средств ничего там в ней сделать мы возможно в будущем обратимся к вам и попробуем что то придумать как можно хотя бы сделать покомфортнее среду где они где они живут но сейчас есть более наверное первостепенные и важные дела я хотел попросить чтобы с нами взялся какой-то юрист чтобы мы узнали как в будущем когда стеша станет совершеннолетний через полтора года чтобы она могла оформить собственность эту квартиру то что там и люди есть кто прописаны мне в общем свяжитесь мы будем вам очень благодарны второй момент это нам нужно может быть кто нам может помочь с с отделкой просто ну помочь в будущем возможно переклеить им обои в комнате и третье сейчас что необходимо проверить зрение у ирины сходить ее к офтальмологу выписать возможные очки потом мы хотим купить новую кровать стеши потому что на которой сейчас она спит но это это ужас это вредно и небезопасно но в плане того что просто у ребенка как мы понимаем формируется неправильно позвоночник внести какую-то сумму на электричество чтобы им хотя бы вопроса не отключили последнее это возможно взять какую-то простую стиральную машинку чтобы они могли постирать вещи ну в любом случае это нужная вещь любом доме я уверен что потихонечку мы с вами эту семью выведем на на нормальный во-первых эмоциональный фон и возможно поможем им в жизни как где-то удочку дадим а еще кстати хотел я купить сейчас для стеша что-то вот это для может быть будущем ее бизнеса да всякие пряжи взять вот эти всякие нужные вещи нам тоже нужно будет мне будет одному это тяжело и если вы можете в общем в описании будет реквизита будем вам очень благодарны на этом мы с вами прощаемся я думаю у нас много всего интересного впереди с этой семьей и очень надеюсь что у нас все вместе с вами получится друзья пожалуйста поставьте лайк этому видео напишите комментарии что вы думаете вам еще раз спасибо большое подписывайтесь на наш канал видимся с вами через неделю пока